Всем привет! Я извиняюсь, что я в очках, по-другому никак. У нас очень яркое весеннее солнце, чему я несказанно рада, но я не хотела бы остаться без туши в начале дня. Сегодня мы с вами отправляемся в торговый центр, чтобы попримерять какие-то вещи, посоздавать образы для вдохновения, для настроения, для того, чтобы быть в курсе, что сейчас модно и актуально, для того, чтобы немножко развеяться, так сказать. Я просмотрела онлайн некоторые коллекции, и мне приглянулась та, которая сейчас представлена в Стародивариусе, в Резерфт и в Заре. И также очень интересный комбинезон есть в H&M. Так что поскорее поехали, нас ждет много всего интересного. Первым магазином, в который я пойду, будет Резерфт. На днях я заглядывала в другой магазин, и там был такой классный ассортимент. Приехала, а здесь несколько другой. Ничего, я все равно постараюсь что-то интересное найти. Много весенних цветов, но конкретно в этом, в торговом центре Сиренада очень много базы, и до сих пор есть вещи с распродажей. Обалденное стеганное пальто на пуговках и под пояс. Оно не длинный мидия, чуточку короче. Нужно учитывать то, что это все-таки на теплую весну. То есть, если будет минус, то, скорее всего, вы не согреетесь. Очень добротные толстовки. Видно, что они и плотные, и не вытянутся, и классные оттенки. Базовый серый, и повеселее что-то на весну. Небесно-голубой, я в него влюблена. Нет XS, но возьму помереть S. И также розовый. Точно такие же лоферы были у меня. Эти конкретно из эко-кожи. Если вас это не смущает, то обратите внимание, они очень симпатичные, аккуратно смотрятся на ноги. Эти с серебристым элементом, но если порыться на сайте, то найдете и с золотом. Нашла голубую худи в нужном мне размере, и оно такое оверсайз, поэтому учитывайте то, что ваш размер будет сидеть на вас свободно. Мне очень нравятся такие детали. Еще интересная кепи велюровая. Никогда ни в чем таком не ходила. Ну, давайте померяем. Еще одно пальто. Менее классическое, тоже стеганое. Я бы даже назвала это плащом. Оно уже на кнопках. Взяла и бежевая, мирнем с вами. Заметила, что много джинсов бойфренд с потертостями. И не все они удачные. То есть, чем больше дырка именно здесь в резерв, тем больше это все как-то собирается некрасиво. Так что внимательно смотрите на сайте, если соберете заказывать там джинсы. Я должна сказать, что первый наряд мне очень нравится. Практично удобно и на стиле. Все сидит так, как я запланировала. И такая свежая весенняя гамма, прогулочный вариант кроссовок. К сожалению, это не кожа. Я бы хотела точно такие же, только из натурального материала. А вообще они очень аккуратные. И я как-то так сначала надела джинсы и думала, да или нет. Сейчас покажу вам поближе без верхней одежды. Это то, что надо. Несмотря на то, что пальто имеет такой полуклассический крой, оно чудесно сочетается со спортивными вещами. Такой хороший вариант для выходного дня. Правда? Обязательно напишите, как вам. Что же касается джинсов, то они тоже классные. Это у меня боди из Зары. Мы также до них дойдем. Я собираюсь купить еще и бежевое. Такое же. И вот они сделаны из очень приятного, такого мягкого, не дубового джинса. Я считаю, что они хорошо сидят. Это моя вечная проблема со всеми джинсами. Даже когда я поправляюсь, это почему-то здесь они велики. Но с поясом я тоже не люблю носить. Я думаю, что они еще немножко подтянутся. Или вот еще один вариант плаща. Он также не слишком длинный, но уже не такой классический. Без воротника, без пуговиц. На кнопках. Они есть в нескольких рассетках. И как раз такими спортивными нарядами, или прогулочными, называйте как хотите, самое то. Небольшая поправочка. Оказалось, что кроссовки в 37-м размере. То есть они явно большим мерят, потому что у меня 37,5. И на плоском ходу у меня очень часто обувь в 38-м размере. Еще вот хотела вам показать, что сзади у них такой серебряный элемент. Гусиная лапка сейчас тоже на пике популярности. Но, честно говоря, многие вещи мне как-то не особо. Это платье еще ничего. И на хрупкой девушке оно будет выглядеть очень уместно, например, на работе. Или на каком-то детском празднике, на официальном приеме. Показываю вам материал поближе. Очень симпатичная. Нравятся мне эти брючки из эко-кожи. Такой приятный, теплый, беш. Но знаете, в чем заключается проблема? Что я ничего не могу в этом магазине подобрать к ним. Вот дома у меня к ним есть замечательные лодочки. И верх тоже я нашла бы. Если найду что-то в пару к ним, то обязательно померяю. Прямо жалко. И вот, что у меня в итоге получилось. Я не скажу, что я в восторге от всех вещей. Но просто очень хотелось самой померять вот эти брючки. И благодаря тому, что все эти вещи очень простые, но оттенки у них правильные, это смотрится как-то даже дороже, согласитесь. И я бы сменила кардиган, потому что он какой-то немножко растянутый. Взяла бы просто какой-то качественный объемный свитер и набросила его на плечи. Вот этот топ очень даже ничего симпатичный, но на мне размер M. Я специально такой взяла, чтобы немного его заправить. Брюки сидят свободно. И очки тоже отсюда. Несмотря на некоторые замечания к этому наряду, я все равно беру его на заметку и буду пытаться составить что-то похожее, но только из других вещей. И брючки я бы была готова советовать, но только тем, кого не пугают вещи из эко-кожи. Они очень красивого цвета, они удачно сшиты, это спокойно можно отпарить. И я не знаю, я еще подумаю, и топ тоже хороший. Он из плотного материала, есть в нескольких цветах. Заходим в Зару, поищем что-то модненькое. Эта юбка как будто выполнена из клеенки. Знаете, в деревне раньше клали на стол. Что-то в этом духе. Такого плана платья я покупала в прошлом году, тоже сатиновое. Это даже больше мне нравится, потому что у меня здесь вот такие сборочки. Иногда слишком откровенно приходится надевать топ под низ. Здесь такой проблемы не будет. Я максимально много раз его носила, при том, что стоит оно недорого. И сочетаний у вас будет миллион. Я надевала его под свитер с жакетами, также рубашку наверх. И завязывала здесь с ковбойскими ботинками, со шляпой. Просто шик. Ловите номерок, это настоящая мастфе в гардеробе. Фантастически красивый зеленый оттенок. Там, знаете, такой сочный, как зеленая трава весной. Ох! Это платье из натуральной ткани, но, к сожалению, эска слишком велика, я уже его мерила, и много где оно распродано. У него длина максим. И эс у меня прям по полу волочится, так что не вариант. Похожие брючки вы не находите, но эта модель мне не нравится. Знаете почему? Потому что внизу резинка, и на мне это так не очень красиво смотрится. Вот, пожалуйста, я сносила такую модель. Тоже в белом цвете купила себе на распродаже, в актуальной коррекции они завезли еще несколько вариантов, которые очень сильно напоминают предыдущие классика. Идеально прилегающие боди с английской проймой можно наблюдать у очень многих девчонок. Если вы задавались вопросом, откуда оно? Оно из Zara, у меня есть тоже в двух цветах. Возьму себе еще и в бежевом, оно не просвечивается. Очень хорошая вещь. По-моему, я случайно, абсолютно не планируя этого, подготовилась к Парижу. Вы знаете, я заметила, что в актуальных коллекциях сейчас довольно много рубашек, именно вот таких сатиновых, простите внимание, темное белье стратила. Не подумала об этом. И вот этот кардиган из Zara, он мне очень нравится, потому что он такой крупной вязки. У меня есть не такой, ну что-то в этом духе с прошлого года из резерта. И этот даже симпатичнее. Конечно же, это акрил. Мой вам совет, если вы можете где-то заказать в инстаграме, то сделайте это, потому что девчонки свяжут вам из хорошей, качественной пряжи. Будете долго носить и не замерзнете. Джинсики. Джинсы самые обычные, прямого кроя. Они такие свободные сзади. Вот. То есть, не прилегающие. И можно надеть что-то более элегантное, какие-то лодочки. Но я думаю, что в лодочках каждый день мы не ходим. Поэтому взяла померить вот эти. Очень классные. Каким образом я захватила два разных размера, я не знаю. Но теперь я уверена в том, что 38-й мне велики, а 36-й малы. 37, наверное, будет хорошо. И вот такие ботиночки будут круто смотреться с разными платьями. Даже летом. Потому что они, ну не то чтобы холодные, но и тоже не теплые, с такой вентиляцией. И видите, брюки у меня два раза подвернуты. Если их наоборот отвернуть, то на высоких будет классно. Мода моды. А это то, в чем мне реально очень комфортно. И в чем я бы с удовольствием ходила. Или более элегантная комбинация, без объемного кардигана, а с другим свитерком, который можно набросить на рубашку, если вдруг станет прохладно. Или наоборот, снять его, если слишком тепло. Мне понравился этот, потому что расцветка такая спокойная. И прикольные бантики. Они сделаны из такого жемчужного бисера. Как-то мило это смотрится. Я специально взяла размер М, чтобы он был свободным. И на ноги я надела вот эти удобные лодочки. И я должна вас предупредить, что теперь 38-й, какой-то слишком большой. Что они делают с этими размерами, я без понятия. У нас получился вот такой вариант. Напишите, какой вам понравился больше. Совершенно нетипичное сочетание вещей, как для меня. Но мне нравится свежо, по-весеннему. И даже такой слегка летний наряд, то есть, когда станет совсем тепло, то можно будет снять свитер и ходить в платьице. Платье на самом деле у меня с большими валанами здесь, с объемными плечами, но я его сюда запихнула. Для того, чтобы показать вам идею, у меня вообще есть такая, не такая, а такое платье-рубашка, обычного простого кроя. Но свитер сначала казался мне каким-то таким, не знаю, не в моем стиле, наверное. Но я решила сочетать его с ковбойской обуви. И в итоге мне нравится, как это смотрится вместе. Да, мне очень холодно. В Заре постоянно какая-то морозилка, поэтому ноги синие. Ну а так, я бы еще какую-то сумочку прикольную к этому взяла замшевую, наверное. Теперь вы знаете, что я умудрилась запрятать под свитер. Мало ли, может кому-то надо. Оно выполнено из хлопка, натуральная ткань, то есть все будет продуваться, и оно не особо просвечивается, как видите. То есть оно двойное, и все спрятано на то, что надо. Еще несколько нарядов впереди. Меня привлекли вот эти интересные лоферы. Они немножко в стиле Гуччи. Помните, у них когда-то была такая коллекция с жемчужинами по периметру? Но не знаю, сейчас посмотрим, как это будет выглядеть на ноге. И также сейчас очень модные вот такие балетки в стиле Шанель. Они из сеточки, вот эта бежевая часть, и из кожзама, насколько я понимаю, носочек. Есть и в черном цвете, но как по мне, это вообще вне времени. Куда же я без жакета? Правильно, никуда. Но этот мне и не подходит, и не нравится. У него длина какая-то для меня неудачная, и он еще притален. Возможно, я отвыкла от таких жакетов. И сейчас кажется, что это типа как жакет-платье, а может нужно с какими-то другими джинсами. Ну, не знаю, я себя некомфортно чувствую, поэтому я не вижу смысла себя принуждать или как-то убеждать. Правильно? А вот лофер очень даже симпатичная, удобная. 37, сидит как влитой, ничего не хочется с ним сделать, ни растянуть, ни уменьшить, что редко на самом деле встречается. А вообще сочетание черно-белой клетки и вот таких туфелек очень симпатично, да? Это жакет, в котором я сегодня приехала. И если я не ошибаюсь, то его все еще можно найти в Заре. Он тоже сделан как бы под гусиную лапку, но она не цветная, как вы видите. Между прочим, он тоже приталенный, но как-то так аккуратнее сидит. И вот с такими лоферами вообще, по-моему, огонь. Ну, детки, извините, пожалуйста, это не по моей вине, но маме тоже нужно когда-то сделать шопинг, так что не обижаемся, потому что каждый может с этим столкнуться. Балетки мне нравятся, смотрятся очень стильно и вживую даже симпатичнее, чем сейчас на экране, но мне велики. Я не знаю, что происходит, но моя нога точно не уменьшилась. Буду искать 37-й. Одни из самых модных джинсов на весну 2020 и лето. Это джинсы-бананы. Кто-то их любит и считает малодежными и суперкрутыми, а кто-то их терпеть не может и говорит, что это самые уродливые джинсы, которые испортят даже классную фигуру. Но зато тут можно нехило всего запрятать. И они есть в разнообразных расцветках. Когда я их первый раз надела, мне казалось, что я настолько смешная и похожа то ли на Жасмин из Алладина, то ли, не знаю, на какого-то казака. Ну, в общем, я себя как-то не воспринимала. Потом показалось вам в Инстаграме в похожей модели. Вы говорите, блин, какие классные джинсы, Оля. Оставляю, оставляю. Я их до сих пор не вернула и нашла еще получше. Даже модель. Они, кстати, очень-очень широкие. Я думаю, что мой Томак может быть в шоке, если я приду в таком наряде. И также в примерочной висела куртка косуха в размере М. И вы знаете, я так это вместе все накинула и, по-моему, так классно получилось. Джинсы, на минуточку, можно еще одну ногу поместить. Но, несмотря на это все, не знаю, почему-то мне нравится. И последнее, что я сегодня померю, это будет блузочка в нежно-лиловом цвете, которая периодически возвращается в моду именно весной и летом. Вообще, всякие такие пастельные оттенки, мне кажется, что они и не выходили из моды. Очень нежная, тоненькая. Под нее, конечно же, нужно одевать бесцветное белье. И мне очень сильно нравится, как эта блуза смотрится с вот такими джинсами, именно с цветом. Также у меня есть классные лодочки на высоком каблуке. В Заре их не оказалось, поэтому я взяла то, что было. И вот я бы с удовольствием носила такое сочетание цветов и фактур. На этом я заканчиваю свой шоппинг-влог. Прически нет, макияжа нет, потому что сто раз туда-сюда переодеваешься. Вывод такой, что сегодня я ничего не купила по той причине, что мне было интересно посмотреть, что есть в магазинах, что предлагают нам в новых коллекциях. Я приеду домой, пересмотрю все то, что у меня уже есть. Я решила не позволять себе эмоциональных покупок, типа «О, классная кофточка, возьму». Приезжаешь домой, у тебя есть почти такая же, но только на 2 см короче, или почти такой же цвет, но на полтона светлее, темнее и так далее. Также понравились некоторые вещи, которые я действительно хотела бы приобрести, но мне нужно прикинуть, с чем я это буду носить. и также я должна признаться, что мне гораздо проще заказать это домой, нежели тянуть это все с торгового центра, потому что я снимала для вас шоппинг-влог, и переносить это все из магазина в магазин это неудобно, это тяжело. Также помимо того, что я показываю вам, я примеряю и другие вещи, то есть представьте себе, сколько всего я принесла в примерочные, попримеряла, развесила, отнесла обратно, именно таким образом я поступаю, когда я снимаю влоги. Я надеюсь, что это видео вас вдохновило на какие-то новые сочетания, на какие-то новые образы. Если вам чего-то не хватает в гардеробе, возможно, даже на покупки. Помните, всегда лучше подумать дважды, нужно оно вам или нет. Если вы любите шоппинг-влоги, не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень-очень приятно. Я не успела сходить в Stradivarius и в H&M, этим мы займемся. В следующих влогах также я хотела бы посетить Mango. И еще у меня есть такая идея. Есть вещи, например, из премиум коллекции H&M, и ее невозможно где-то посмотреть, во всяком случае, в Польше. Я предполагаю, что во многих странах точно так же. И, возможно, давайте сделаем так. Если вам это актуально, я могу заказать все это, попримерять дома, поснимать примерку. Вместе рассмотрим, что же это за качество, стоит оно того или нет, как сидят какие-то вещи, потому что я ни у кого не видела именно таких обзоров. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Также дайте мне знать, какой из нарядов понравился вам больше всего, или какие вещи по отдельности. Все, всех целую, обнимаю. Пока-пока. До новых встреч, совсем скоро.